Ни в одном другом месте исторического центра Праги вы не найдете такое количество зелени. Пражский холм Петрин, которому посвятила свои стихи также и Марина Цветаева. Почитайте. Сюда очень часто приходят множество туристов, а также и пражане. Наверх, на вершину лучше всего добраться на самом старом в Чехии фуникулёре. Дорога по рельсам 510 метров наверх. Петрин – это не один, а целый комплекс садов и парков. Особое впечатление у гуляющих оставляет розовый сад. Ну, если вы хотите насладиться ароматом 10 тысяч роз, то не пропустите розарий на Петрине. По периметру парк ограничивают стены городских укреплений периода барокко, возведённые в период ещё 17-18 века, и так называемой «голодной стеной». Она была построена Карлом IV для усиления укреплений Малой страны и Пражского града. Если вы хотите понаблюдать за звёздами или купить на память кусочек метеорита, загляните в обсерваторию имени Штефаника. Здесь находится несколько телескопов для дневных и ночных наблюдений. Наиболее популярен самый большой телескоп под главным куполом. Он используется для наблюдения за ночным небом, а также позволяет наблюдать за солнечной поверхностью и солнечными вспышками. Это одна из наиболее популярнейших достопримечательностей Праги. Петринская башня – это уменьшенная копия Эйфелевой башни в Париже. Её построили к юбилейной пражской выставке в 1891 году. Её высота почти 60 метров, ну, если быть точным, 58 метров 70 сантиметров. Ну, а наверх ведёт 299 ступеней. Если по ним подняться, то перед вами откроется уникальный вид на стубашенную прогулку. Весной на Петрине можно любоваться цветущими фруктовыми садами, ну, а летом и осенью – плодоносящими деревьями. Здесь же на холме находятся красивые исторические павильоны. Парк усеян дорожками со скамейками. Есть также несколько детских игровых площадок. Замечательные, уникальные, фантастические сады, фруктовые сады Пражского холма Петрин. Сюда приходят не только семьи с детьми, но и множество влюблённых. Здесь вы найдёте огромное количество укромных романтических уголков. Вдобавок, с холма открывается прекрасный вид на Прагу. Ну, а за влюблёнными со своего пьедестала наблюдает поэт-романтик Карл Гинекмаха. Именно около его статуи обычно парочки и назначают свои первомайские свидания. В Чехии первомай и весь месяц май традиционно воспринимаются как праздник и месяц любви. Одна из немногих традиций, которую большинство чехов соблюдают по сей день, это поцелуй с любимым человеком в первомайский день под цветущей черешней, вишней, ну или берёзы, или яблони. Петрин – это идеальное место для именно романтических свиданий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова